Здарова пупсики, меня зовут Алир Блэк, сегодня мы играем на Мазинку Онлайн на сервере Red И сегодня я сюда залетел, чтобы посмотреть одну из самых актуальных тачек на данный момент И это Тесла Кибертрак, которая у нас сегодня на Нитро Эта машинка у меня уже была на обзоре, но просто была ФТСТОшная, тогда я много чего не понимал Сегодня же мы с вами разберем эту машину по полочкам Посмотрим как она едет, какой у нее разгон, какая у нее максималка и какая у нее стоимость тюнинга Поэтому присаживайтесь поудобнее Мы начинаем Ну и хотелось бы начать с внешнего вида этой машины Это абсолютное безумие И совершенно недавно Илон Маск все-таки презентовал эту машину Она наконец-то начала доставаться людям Люди на ней катаются, кайфуют И у нее есть какие-то изменения по внешнему виду У нас же в Амазинге внешний вид остался старым Вот каким его представили еще давным-давно И сразу хочется отметить цвет этой тачки Зеленый сюда абсолютно не подходит И диски эти сюда тоже не подходят Потому что эта машина должна быть на стоковых дисках Это ее отличительная особенность И обязательно она должна быть в сером цвете Но тем не менее, давайте взглянем на карпа Владелец Эндрю Сопрано Спасибо ему огромное за предоставленную тачку Модель авто Тесла Кибертрак Целка 85% ГОСКО 30 миллионов рублей Количество владельцев 13 ГОС номер НМТ 98 Три восьмерочки Улучшение двигателя Стейдж 1 Сигналка Антирадар И нитро присутствуют Батарея 100 киловатт Плюс дополнительное 150 И в целом Это конечно больше минус чем плюс Потому что в Амазинге Опять же заправлять такие машины Совершенно неудобно И сразу хочу сказать Откуда же вы можете выбить эту машину Пацаки Исключительно с контов По другому эту машину вы не найдете И в стоковом состоянии Вы можете купить на Ашике Эту машину от 30 до 40 миллионов рублей Опять же все зависит от вашего сервера Потому что на каждом сервере Своя плюс-минус экономика И цены немножечко отличаются И несмотря на то, что здесь установлен Всего лишь первый чип Это самая быстрая машина в Амазинге Я думаю эта тачка всегда будет всем интересна Потому что нажимаешь нитро И машина просто начинает улетать бесконечно И пока мы едем Хочется поговорить про ее управление Управление здесь достаточно сложное Потому что машина на огромных скоростях Просто не хочет рулиться И это факт Ну и пока мы с вами тут фактили Приехали на наше нужное место Где сейчас будем замерять разгон этой тачки С нитро и без нитро У меня под рукой находится секундомер Вы на экране будете видеть Самое точное время Поэтому на счет 3 замеряем без нитро Раз Два Погнали Но без нитро Само собой Почему-то вот эта машина разгоняется очень слабо Хотя это удивительно Ведь это электричка И она должна разгоняться очень быстро Но нет Стоп Максималка 361 км в час Пацанята Ни у одной тачки Нет такой максималки И это первый чип Я если честно пацаки Не в курсах вообще Как эта машина едет на третьем чипе Но по моей памяти Вроде как 399 Но нас сейчас интересует Разгон У нас установлена нитро Поэтому готовимся Предыдущий результат у нас был 11 секунд Зажимаем наше нитро И на счет 3 Раз Два Погнали Тут конечно совершенно другое дело И это что 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 Стоп И это 4 секунды Пацаки 4 секунды этот кибер разгоняется На нитро Максималка 361 км в час Вы вообще понимаете Что происходит Вот тут Я уже наконец-то Узнаю Теслу Кибертрак Потому что Она должна Без нитро Так разгоняться А с нитро Этот результат Должен быть 2-3 секунды И скорее всего Пацанята С учетом того Что недавно Реальная модель Этой машины Вышла Все таки И люди ее смогли Уже себе приобрести Забрать Покататься Я предполагаю Что этой машине Будут как-то Урезать максималку И будут как-то Фиксить ее разгон Здесь нужно сделать все ровно наоборот Максималку понизить А разгон Просто многократно Увеличить Без нитро С нитро Она вообще должна Сумасшедшей быть Что-то на уровне Теслы плей Но максималочку Здесь вот Именно ради объективности Стоит конечно Сделать чуть-чуть пониже Сделать лучше управление Потому что управление Здесь такое себе И только в этом случае Пацанята Машина будет соответствовать Реальности Сейчас давайте Отправимся в тюнинг ателье Посмотрим Что у нее вообще По тюнингу Какая там стоимость А дальше Тест управления Погнали Залетели с вами В тюнинг ателье И конечно же Мы с вами сможем Посмотреть только Стоимость колес И самые дорогие диски Обойдутся нам В 671 тысячу рублей И это просто Сущие копейки Учитывая Госстоимость Этой Теслы 30 миллионов рублей Это действительно Очень много Я почему-то рассчитывал Что приеду И увижу цифру В миллион двести Но на Рэдди В натуре цены Либо низкие Либо на эту машину Просто сейчас Вот такие маленькие цифры Идем далее И это фары Самые дорогие фары Обойдутся в миллион триста Вот тут уже верим И счастье Пацанята Я смог поменять цвет На этой машине Именно вот так Должна выглядеть Тесла Кибертрак И это очень Подходящий цвет В жизни Эту машину Никто не красит Никто не красит Другие цвета Потому что Ее кузов Состоит из Определенного Металла Который Невозможно Просто-напросто Покрасить Поэтому Выкатили с вами Стюни-кателе И давайте Отправимся на Тест управления И решим Что с этой тачкой Делать Ну и пока Мы с вами Не доехали До нашего Нужного места Я должен Вам продемонстрировать Подвеску Этой Теслы Просто Зацените Как она Переезжает Все эти Препятствия И просто Зацените Как работает Подвеска Машина Работает В этом плане Абсолютно Идеально Подвеска Просто Невероятная И никакие Ямы Ничто Нам просто Не страшно В этом плане Конечно До машины Просто-напросто Не подкопаться Ну а теперь Давайте Заценим Как эта машина Доедет По нашему Сложному Маршруту У нас По классике Есть точка А И есть Точка Б Нужно Добраться До точки Б Максимально Быстро И невредимо Сегодня у нас Тесла Кибертрак Самый Быстрый Автомобиль В Амазинге Посмотрим Решает ли Здесь Скорость У меня Под рукой По классике Находится Секундомер Вы на экране Будете видеть Самое Точное Время Поэтому На счет Три Раз Два Погнали Тут конечно Будет Немножко Сложновато Потому что Всегда После каждого Поворота Придется Прожимать Нитро Потому что Разгон У этой машины Без нитро Абсолютно Никакущий Абсолютно Дохлый И тормоза Здесь конечно Дают о себе Знать Но Давайте посмотрим За сколько она Приедет Я вангую Что это будет 23 секунды Почему-то Я в этом уверен Мы с вами Врезались К сожалению Стоп И это либо 21 Либо 22 Секунды Но Был ущерб Пацанят Мы с вами Врезались Без этого Никуда Потому что Машина Длинная Во первых Во вторых Она вообще Не рулится Вот вы не поверите Но эта машина Просто-напросто Не хочет рулиться Но пацаки Это не отменяет Тот факт Что эта машина Просто Офигенная Максималка 361 Км в час Нету такой машины Просто не существует Ни одного автомобиля В Амазинге Которая бы смогла Обогнать Кибертрак И попрошу заметить Что это первый чип Это не третий Это первый чип На третьем Эта машина Едет под 400 Не 400 Но под 400 Это точно Я прям гарантию вам даю Было бы конечно же Интересно посмотреть Сколько и чего Влезает в багажник Этого автомобиля Но этого мы с вами Сделать не можем Поэтому если у кого-то Из вас есть кибер Обязательно напишите В комментарии Какая вместимость Его багажника Потому что людям 100% будет Это интересно Как и мне Ну и как я предположил Ранее пацанята Скорее всего Эту машину ждет Некий ребаланс Скорости И ее разгона Как я говорил ранее Нужно сделать Маленькую максималку Чуть-чуть поменьше И сделать Супер быстрый разгон Тогда машина Будет соответствовать Сейчас же Это просто-напросто Неприемлемо Но опять же Это просто мое мнение Я бы сделал Именно так Больше про эту тачку Мне сказать Абсолютно Нечего Пишите в комментарии У кого есть такая машина Какая у нее максималка На третьем чипе Нравится ли вам Эта машина Какая стоимость Этой тачки На ваших серверах У меня же на этом все Всем спасибо за просмотр Удачи Субтитры сделал DimaTorzok